Друзья, всем привет! Сегодня пятница, с вами я, Кира Юхтенко, мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов. Ну что ж, друзья, для тех, кто все еще следит за ситуацией на глобальных рынках, на американском рынке акций, пару слов скажу про итоги этой недели. Пошатал рынок, потому что Федрезерв сначала, казалось бы, как-то убрал страхи, акции пошли наверх, потом немножко задумались, рынки начали также резко падать, ну а в пятницу все-таки получили шанс на жизнь после выхода данных по рынку труда. Мы видим, что, кстати, замедляет средняя почасовая заработная плата, что дает надежду на то, что инфляция в какой-то момент может также стать чуть ниже. Ну, в общем, продолжаются качели, но мне кажется, что среднесрочный тренд пока и не думает переламываться. Американский рынок в коррекции уже достаточно глубокий с начала этого года и кажется, что это пока еще не дно. Вот на этой неделе у нас была такая яркая часть сезона отчетов. Несмотря на то, что 80% американских компаний отчитались лучше прогноза, но, тем не менее, мы видим также и то, что мегакэпы, вот так называемые, по сути ожиданий уже не оправдывают. И у многих из них падает, допустим, прибыль на акцию. И здесь просто надо понимать, что, во-первых, рынок сейчас делает очень сильную перегруппировку между компаниями, которые страдали в ковид и не страдали. Мы видим, что, например, там тот же Netflix продолжает валиться. У него там форвардный P&E уже 16, хотя там еще год назад это был один из любимчиков инвесторов. При этом растут, допустим, компании из сектора гостеприимства, да, там всякие Хорека, Хилтон, Мариотт вот отчитались довольно сильно. И кажется, что там еще есть потенциал, потому что вот этот неутоленный голод на путешествия, отложенный спрос, он сохраняется. И очень интересно за этой перестройкой наблюдать, она прямо отражается в цифрах. И, кроме того, мы видим также, что те акции, которые, допустим, еще год назад считались акциями роста, потихонечку превращаются в акции стоимости, потому что расти им становится все тяжелее. Опять же, тот же Netflix это очень яркий пример, потому что, ну, сейчас рынок действительно уже перестает на нее смотреть, как на какую-то растущую там лошадку, да, и начинает видеть проблемы, которые есть у бизнеса. Не все пока еще акции так перестроились и переоценились, но я думаю, что вот именно к этому мы идем, и это важная такая отличительная черта вот той коррекции, которую мы сейчас на рынке наблюдаем. Кстати, друзья, в процессе просмотра не забывайте ставить лайки под видео и подписываться на канал, потому что это помогает в продвижении, в поисковой выдаче. Спасибо. Ну, а мы с вами идем дальше, и пару слов я скажу, пожалуй, про санкции, а может быть, даже и не пару, потому что новостей на эту тему все равно много, как бы мы от них не устали. Ждем шестого пакета санкций со стороны Евросоюза, пока нет какой-то конкретики, но вроде как его планируют принять до 9 мая до сих пор, хотя очевидно, что вопрос с нефтяным эмбарго, кажется, вот немножко растягивает эти обсуждения. Ждем новостей в телеграм-канале IFNEWS, нашим прекрасным, мы обязательно будем держать руку на пульсе. Подписывайтесь, кстати, на него, ссылочка есть в описании, там команда наших новостных журналистов днем и ночью освещает самые важные события, объективно, быстро и доступным языком. Тем временем, друзья, китайская компания CNPC тут вот заявляет, что она не планирует закупки российского газа и нефти с дисконтом, несмотря на то, что цена очень привлекательная, но про цену это я уже от себя добавляю. Вот, собственно говоря, еще 4 февраля CNPC заключила с Газпромом и Роснефтью долгосрочные контракты на поставку газа и нефти в Китай, и по этим контрактам Россия и Китай работать продолжают. И вот мы видим, что объем поставок газа из России по силе Сибири вырос почти на 60% с января по апрель, то есть как бы происходит вот этот некий разворот на восток. Но, тем не менее, Китай сохраняет очень осторожную позицию, по крайней мере, на публику. Не признается, что его интересуют дешевые российские газы и нефть, которые он сейчас может закупить. Но при этом также мы сегодня еще одну интересную новость получили от Wall Street Journal о том, что китайские IT-компании без объявления перестают работать в России. То есть это вот ваши вот западные компании, они делают какие-то громкие пафосные заявления, там вот закрытия, все такое. И кажется, что вот Китай-то вроде бы с нами работает, он не такой, как западные недружественные страны. Но мы видим, что, допустим, такие компании, как Lenovo или Xiaomi, просто молча сворачивают поставку в России, объясняя это какими-то там уклончивыми очень вещами, без официальных заявлений. И это, в принципе, позиция Китая в этой ситуации, максимально долго не делать никаких четких заявлений, чтобы попытаться получить какие-то бенефиты, кажется, с обеих сторон. Ну или, по крайней мере, не попадать под негатив. И здесь момент очень интересный, потому что вот есть статистика за март о том, что китайский технологический импорт в марте по сравнению с февралем упал сильно. Поставки ноутбуков из Китая упали на 40%, смартфонов на 66%, целиком оборудование на 98%. И, конечно, тут отчасти это связано с ковидом, безусловно, с локдаунами, но, наверное, только отчасти, потому что все-таки для китайских компаний здесь страшны риски того, что западные поставщики, без которых китайские технологические компании все еще не могут, потому что им нужны их компоненты, могут прекратить работать с Китаем, если узнают, что их продукция, грубо говоря, попадает вот таким путем в Россию. И требуют, чтобы правила соблюдались санкционные и оказывают на эту тему, на Китай, давление. И поэтому Китай пока просто не может порвать связи с поставщиками, от которых он зависит. И поэтому вот мы видим, что надежда на китайский технологический продукт тоже, кажется, тает, по крайней мере, на текущий момент. Хотя интересно, что Wall Street Journal пишет, что Китай стремится создавать свои собственные цепочки поставок, технологических компонентов, которых от США зависеть он не будет. Ну и, возможно, когда это произойдет, и если санкции тогда еще будут на месте, то тогда ситуация поменяется. Друзья, идем дальше. И снова про санкции. Тут вот агентство Moody's рассуждает на тему того, помогает ли действительно криптовалюта России обходить санкции. Приходит к выводу, что крипта России не сможет помочь вести торговлю и бизнес в обход западных санкций. Аналитики Moody's отмечают, что российский рынок низколиквиден, размер его ограничен. Ну и, кроме того, криптовалютные торговые площадки становятся все прозрачнее. И регулируемые криптобиржи просто обязаны соответствовать требованиям законодательства. И сейчас мы, в общем-то, и видим, что это происходит на примере бирж таких как Binance, Coinbase и так далее. Кроме того, там есть информация о том, что даже децентрализованные биржи также не очень охотно работают с российскими клиентами. В общем, Moody's считает, что с учетом этих всех данных, крипта не поможет России обойти санкции. Еще одна очень интересная такая санкционная история, это история с финской дочкой Яндекса. Оказывается, уже некоторое время назад дата-центр Яндекса, который находится в финском городе Мянцяля, не очень далеко от Хельсинки, этот дата-центр был построен еще в 2015 году. И вот этот дата-центр некоторое время назад просто перестали снабжать электричеством, отключили от основного источника питания, и работа его перешла на работу от дизельных генераторов. И, собственно, пока что дата-центр работать продолжает, но пытается перезаключить договоры с поставщиками энергии, а поставщики энергии не хотят кормить дата-центр Яндекса электричеством, ну, собственно говоря, потому что санкции. Там был пятилетний контракт еще вот до февральских событий, которые разорвали спустя несколько месяцев всего лишь после подписания. И, кстати, чтобы попытаться как-то из этой ситуации выбраться, Яндекс будет менять название своей финской дочки, чтобы как бы отстроить ее от головного Яндекса. Вот такие вот истории происходят. Тем временем, Google запретил загружать и обновлять платные приложения в Google Play в России. При этом вот с 5 мая это произойдет. Уведомления отображаются пока только в англоязычной версии страницы. При этом у пользователей сохранится доступ к тем приложениям и играм, которые они уже купили. Смогут скачивать бесплатные приложения игры. Это будет работать. Разработчики смогут загружать новые бесплатные приложения, обновлять то, что уже есть. Подписки будут действовать до конца расчетного периода, но после они будут отменены и продлить их будет нельзя. Вот такая вот любопытная история. Ну, в общем-то, тут как бы все в рамках уже установившегося тренда. И если бы как-то можно было увидеть какой-то конец вот этим санкционным ограничениям, наверное, было бы не так грустно. Но вот сегодня Bloomberg пишет о том, что... Это уже вот к следующей теме я плавно перехожу. О том, что G7 обсудит с Зеленским новые санкции против России. Обсуждение произойдет 8 мая в онлайне. Будут доработаны и согласованы новые ограничения, в том числе ограничения на транспортировку российской нефти. И лидеры G7 якобы, по сообщению источников, настаивают на том, чтобы санкции были приняты до 9 мая. Так что пока, честно говоря, не видно конца и края ограничениям. И хотя в моменте кажется, что российская экономика достаточно неплохо стоит вот в этой ситуации, но мы с вами должны тоже посмотреть на вещи объективно и понимать, что, как сказала Эльвира Сахипзадовна, структурная трансформация российской экономики только-только началась. И как минимум ближайшие кварталы будут тяжелыми. То есть как бы на самом деле негативного влияния многих санкционных мер мы с вами еще пока не почувствовали. Это нужно понимать. Эта история такая долгоиграющая, к сожалению. Вот. Ну что, на этой такой не очень позитивной ноте, пожалуй, я буду заканчивать сегодняшний новостной выпуск. Я надеюсь, что познакомила вас с основными новостями. Лайк, подписка, колокольчик. Спасибо, друзья, что смотрите и поддерживаете. И обязательно подписывайтесь, пожалуйста, на InvestFuture ВКонтакте. У нас там есть хорошая группа, куда мы, кстати, дублируем наши видеоролики. Тоже их можно смотреть и там. Ну и, кроме того, подписывайтесь на нас, пожалуйста, в Телеграме. У нас есть несколько разных Телеграм-каналов под разные цели. Есть отдельный Телеграм-канал про криптовалюту, между прочим, и в крипто. Не забывайте, пожалуйста, на него подписываться, если вас эта тема интересует. На IfNews, как я уже тоже говорила, подписывайтесь. Ну, а я на этом прощаюсь. Спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok